Когда человек уставший, решения, которые он принимает, часто они ошибочны, либо ближе к ошибочному. Как восстанавливать себя или как долго находиться ресурсное состояние? Вот так быть им хорошо. Как восстановить себя или долго находиться ресурсное состояние? Первое. Хорошо выспаться. Что вы должны делать? Сами первого часа вы должны хорошо выспаться. В неделю один раз просто ведите себя так, чтобы максимально отключить мозг. Выспитесь хорошо. Это важно. Кто не умеет приключать себя, он не умеет работать. Это как компьютер, перезагрузка компьютера. Как компьютер мы перезагружаем, он новой скорости работает. Или как телефон, то же самое наши мозги. Его надо обязательно в порядке перезагрузить. Перезагрузка это сильно работает. Хорошо? Выспитесь хорошо, пожалуйста. Важно это. Дальше. Обязательном порядке займитесь тем, что есть ваше хобби. Какое-то хобби надо иметь. Надо действительно иметь какое-то хобби. Что вам нравится, что вы любите и так далее. Хобби. У каждого человека свое. Я люблю петь. Или савна, по лицах пойду. Или массаж. Они нужны. Очень-очень нужны. Без них далеко не пойдешь. Возьмите что-то-нибудь такое, то, что вас расслабляет, то, что вас вдохновляет и так далее. Делайте этого. Игра в какие-то музыкальные инструменты или что-то. Знаете, жизнь, она... Правую руку поднимем, повторим за мной. Займись своей жизнью. Займись своей жизнью. Не только о том, что просто зарабатывать. Жизнь не только от этого не состоит. Это очень важно понимать. Вот. Займитесь жизнью. Строите жизнь, а не только бизнес. Это важнейшая философия. Тогда у вас будет много ресурсных состояний. Много энергии. Вот что будет. Следующая вещь. Это спорт. Вам нужно какой-то активный образ жизни вести. Энергия оттуда превзвается. Активный образ жизни. Обязательно. Спорт необходим. Выберите какое-то направление спорта. Плавание. Плавание, например, одно из самых лучших направлений. Почему? Потому что быстро восстанавливает выносливость, терпение. Умение довести до конца. Закрепляет очень хорошо характер. Это очень хорошо дисциплинирует вас. Понимаете? Плавание действительно надо же выносливым бы надо быть. Он очень хорошо. Он легкий, ненагрузный. Сильной нагрузки нет. Удобнее. Ходьба элементарная. Хотя бы ходить или бегать и так далее. В общем, посмотрите сами. Что вам по душе, то и делайте. Надо заниматься спортом. А почему надо? Хотите знать почему? Потому что ваш мозг сидит на базе тела. Он отдельно не торчит. Поскольку мозг сидит на базе тела, если тело себя чувствует тяжело, уставший, невыспавший, голодный и так далее, мозг не соображает. Вот почему. Если наш мозг не был бы на базе тела, другое дело. Поэтому энергия жизни на первом месте стоит. Даже если знание есть, но энергия нет, вы не будете их использовать. Даже если время есть, но сила нет, энергия нет, вы устаете, и вы будете сидеть возле телевизора, да ладно, давай завтра сделим. Вы рук махнет будете на все. Я заметил, что вы зависимы от того, насколько у вас внутри энергия, настолько вы беретесь за большие цели. Когда у человека есть много энергии, он более уверенный в себе, он возьмет за крутые цели. Это правда. Самооценка растет. Вот так. Дальше. Следующее. Займитесь любовью. Я не шучу. Займитесь сексом. Но не со всеми подряд. С нужными людьми. Вот. Этого еще не хватало, что за это и мне будет обвинять еще. Люди, люди всегда ищут, как сказать, лишь бы, да, они ждут лишь бы, лишь бы повода. Иногда. Там, для некоторых, это конкретный повод. Я этот, однажды был курс у нас в Алмате, у нас был курс тайного взаимоотношения. И я говорю, что счастье мужчины зависит от чувства его свободы. Нельзя у него спросить, где ты, когда придешь, и так далее, и так далее. И тут после моего тренинга мужчина вообще жену запретили ей звонить. Ему. Это в Алмате. Она приходит, мне говорит, наставник, что ты говоришь, он совсем еще другой стал. А я говорю, что? Она говорит, не приходит. Иногда два дня не приходит. Потом говорит, приходит, если я говорю, где ты был? Он говорит, я свободный человек. И у тебя нету права меня спросить, где я был. Я так смеялся. Я говорю, послушаю. Он, наверное, ждал, ждал какой-то нибудь повода. И он этот повод нашел как раз в этом тренинге. Поэтому, пожалуйста, вы тоже не используете это, там, не приборщите, ладно? Что так, что ага, значит, можно. Дальше. Обязательно рекомендую вам в обязательном порядке соблюдать свое питание. Питание большой роль играет. Знаете как, не знаю, вы нанимаете диатолога или кого-то нибудь, или там, не знаю, как это называется? Нациолог. Нациолог. Ой, господи, повтори, даже не могу. Ну, трициолог. Ну, трициолог. Ну, трициолог. У меня есть в Алма-Ате один классный дурецолог, она мне помогает, она моя ученица, она моя ученица, она мне помогает. Она берет все мои анализы, в Москву отправляет, а я ей скажу, каждый полгода один раз. И она мне помогает. Поэтому, если она мне говорит, вот это больше стал или меньше стал, это надо баланс сохранить организме. Дело в том, что мы с вами каждый день не кушаем рыбу или морской продукт или зелень или что-то. Мы покушаем одни бешбармаки каждую неделю по несколько раз, а плов по 5-7 дней, 6 дней плов. Мы много покушаем одинаковые блюда, которые нам нравятся, мы привыкли, наш организм привык на них и так далее. Но получается, что какие-то витамины очень сильный, дефицит начинается, а какие-то из них просто чрезмерно прибор. Кто понял? И вот это как раз приводит в баланс. А баланс это нужно, организму все нужен. Я вот конца, вот после вот это коронавирус, я тоже заболел в прошлом году и вот полгода не мог прийти в себе. Я не могу понять, как-то сила нет и так далее. Того энергия. Я только восстанется в последний месяц. Нормально восстановился в последний месяц. Полгода почти как-то елки-палки какой-то такой непонятный. Вот последние два месяца я себя чувствую уже так, как раньше. Именно она помогла. Я и сказали, послушай, помоги мне, что-то не то. Это же видно, я же по самочувствию чувствую. И вот это очень необходимо балансировать. Балансировать это необходимая вещь. Организм. В первую очередь заботиться о себе. Поднимите правую руку, погладьте голову, скажите, «В моем бизнесе все будет в порядке, если у меня есть здоровье. У моих детей, у моей семьи все будет хорошо, если у меня будет здоровье». вы согласны с этим? У ваших детей все будет хорошо и у вашего бизнеса будут хорошо, если у вас здоровье будут хорошее. Но стоит, чтобы вы колебались, у вас не получится что-то делать с бизнесом, у вас не получится что-то делать с остальной, и вы потеряете очень много. Я много раз видел людей, которые 20, 30, 40 лет работали над чем-то, над какие-то идеи или какие-то крупные проекты, но они его не могли довести. И самое интересное, 90% делали, и потом последние 5-10% подвели либо здоровье, или подвели что-то нибудь такое, и они много, все потеряли они. Поэтому нехорошо это, поэтому в обязательном порядке займитесь этим, пожалуйста. Я в будущем, Аллах даст, когда построю центры само во всех городах, там посижу, все эти кадры прямо там, чтобы вот человек все эти параметры четко взялся за это. Нужно за себя вязаться. Не будьте вязаться за себя. А кто? Кто возьмется за вас тогда? Дальше. В обязательном порядке ресурсное состояние приводит вас, это дети. Дети вдохновляют, дети мотивируют, ваша семья. Ваша семья классно мотивирует. Проводите время с ним, пишите. Знаете, я одну вам вещь скажу. Прихожу к пониманию, что жизнь надо управлять. Не надо его тупо прожить, как животное, елки-палки. Его надо, оказывается, управлять, эта жизнь. Составьте для себя определенную программу с каждого ребенка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok